В эти дни по всей стране ведется основательная подготовка к достойной встрече Навруза. В этот раз он обещает пройти в особой атмосфере. В соответствии с указом президента об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году, в нынешний весенний праздник узбекистанцы будут отдыхать пять дней. Подготовлены для жителей и различные сценарии досуга. По самым разным адресам столицы подготовлены красочные культурные программы. Их палитра выбрала в себя все многообразие обычаев и традиции всенародно любимого торжества. На наших глазах наносятся последние штрихи. И вот уже в ухоженных, обновленных, расцветающих под теплым солнцем парковых зонах все готово к праздничному действию. Даже человек, не сведущий, малознакомый с традициями Навруза, может получить достаточное о нем представление, просто пройдя по нарядно украшенным дорожкам парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри. Так проходит выступление фольклорного ансамбля из Сурхандарии. Национальные танцы, песни, костюмы придутся по вкусу даже самому искушенному зрителю. Ведь пришедшие с глубины веков традиции обычаи развиваются и обогащаются, поскольку желающих делать это сегодня немало. Один из примеров фольклорный ансамбль Дотарчи Кызлар из Кыркалпакстана, в составе которого учащиеся одного из профессиональных колледжей культуры. А здесь посетители парк угощают баурсаками с пылу с жару. Подобные можно ответить только в харизме, уверяет жительница этого региона. Но центром притяжения все же стало место, где традиции Навруза представляет Новоиская область. Каждое выступление яркий образный рассказ о данном дне. В такт зажигательным мелодиям двигаются ростовые куклы, а их собратья из папье-ваше словно оживают в руках мастеров. Вместе с популярным в Новоиской области фольклорным ансамблем Нурджахон выступают учащиеся нашего колледжа. Таким образом, традиции и обычаи передаются от их носителей. А ребята учатся бережному к ним отношению. Свидетельство тому – выставка работ наших учеников. Все дни праздника с утра до вечера мы готовы к приему гостей. Вкусное угощение и хорошее настроение гарантируем. Зарядиться позитивом можно и в столичном парке «Достлик». На двух сценах будут выступать профессиональные коллективы, любительские коллективы, музыкальные школы. Учащиеся нашего детского центра «Баркамола» обладают выступления всех культурных центров. Песни, танцы, анаврузи, об обновлении, о дружбе. На территории парка у нас очень большая выставка. Готовится детское творчество, художественное творчество. Ремесленники, которые будут показывать свои изделия. Будет здесь организована ярмарка продажи этих изделий. Спортивные коллективы будут показывать свои выступления. Я думаю, всем жителям нашего города Ташкента и всем нашим гостям очень понравится этот праздник. Такой искренний, такой радостный, такой солнечный. А мы со своей стороны постараемся приложить все усилия, чтобы жители ушли довольными. Некоторые исполнители, не дождавшись объявления своего номера, пускались в пляс на радость себе и зрителям. Я зарядилась позитивом с самого утра. Все так красиво, все так прекрасно. Тут только сразу заходишь, встречает выставка. Оказывается, промышленный колледж. Такие прекрасные национальные костюмы. Обращают на себя внимание ребята в ярких майках с надписью на спине «Могу я вам чем-то помочь?» Это волонсеры, призванные сделать пребывание гостей в эти праздничные дни приятным и комфортным. Готовились заранее. С нами работали специалисты, профессионалы в этом деле. И мы готовы просто сегодня делать свое дело на высшем уровне. По большому счету у нас будет много функций в эти дни, так как мы будем работать и переводчиками, и гидами. И будем просто веселить наших туристов, чтобы они и на следующий год, и вообще на каждый праздник посещали нашу страну. Впрочем, некоторые из наших респондентов уверены, что поэтичный язык Навруза понятен без слов и не нуждается в особом переводе. Они не скрывают радости от того, что их приезд в Узбекистан совпал с праздничной датой. То, что совпадение такое, это для нас двойной подарок. Потому что столько всяких мероприятий. Честно говоря, мы просто в восторге от Узбекистана. Традиции обычаи, конечно, интересны. То, что народ очень любит свою землю, это сразу заметно. Потому что земля так ухожена, так все это красиво, с любовью выращено. Конечно, это все, в общем-то, традиции Навруза.